Традиционный вернисаж в очередной раз распахнул свои двери для ценителей утонченной рукодельной моды. Как всегда, берестейские мастерицы постарались, чтобы выставка получилась многоплановой и необычной. Здесь можно было увидеть разные техники, разные вариации с использованием экологически чистых природных материалов. На творческой площадке разместились более 50 мастеров. Каждый из них прошел свой отбор. Как правило, на одно место претендуют несколько участников. Деревянные игрушки – это для них натурально, надежно и развивает их фантазию. Поэтому мы выбираем дерево. Я думаю, что немаловажно это какое-то творческое основание все-таки, потому что здесь подбор цвета, колористика, гамма, то есть это все композиция, это все тоже важно. Всю эту творческую красоту могли наблюдать жители и гости областного центра на протяжении двух дней. Организаторы постарались совместить на одной площадке совершенно разные направления. Декупаж, мягкая игрушка, работа с камнями и бисером. В этом году по-прежнему сохранилась и благотворительная составляющая выставки. В этот раз мы, как обычно, традиционно собираем в Брестскому обществу сердце детям, а также деткам двух мам, форумчанок на лечение детки-аутисты и им нужна реабилитация. Лучшие сувениры с грифом «Сделано с любовью в городе Бресте» смогли пополнить предновогодние копилки брещан, чтобы уже совсем скоро стать уникальными в своем роде подарками для близких и родных. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».